Добрый вечер дамы и господа! Очень давно, конечно, не было подобных видосиков, что война у нас в игре сложная идет, топы сильные, мы много себе не можем позволить, но тут игрок сам себе позволил лишнего. Он почти сутки простоял без щита. Мы смотрим, стоит, 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 щит не одевает. Ну, наверное, что-то в жизни у него случилось. Забухал, интернет потерял, мало ли что. 46 цита, 3,5 ярда силы, 21, 50 с чем-то, почти 62. В себя поверил, может быть, кто его знает. Вот, собрали мегу на него и идем. Время в Америке, ночь. Паутинники наши спят, против которых мы воюем, так что более-менее безопасно. Лишний риск мы себе не допускаем. Войска нам еще нужны. Потерял он 2,4 миллиона с первой меги, мы потеряли 760. Статус сами введите. Можете поставить на паузу, кому интересно, посмотрите. Ну, поставьте наш Лефорт, конечно, сильнее. И что самое интересное, его никто не крепит из его альянса. И наши новые игроки, ну, как новые, давно с нами играют, но в войне особо не участвовали. Приходится их переучивать заново. Если какие-то мемеги, какие-то акции проводим, никаких лишних телодвижений делать нельзя. Шпионить никого нельзя. Потому что просто от балды кто-то шпионит ферму, ненужную маленькую, там, 15-ю ферму прошпионил, уведомление к активному человеку на телефон пришло, он с паникой залетает в игру и накидывает щит альянца, и все. Или начинает будить топов. Поэтому все должно быть очень-очень тихо. Войска я на своей второй, третьей цити спрятал. Алексей, она зовется, наш игрок сейчас находится в командировке, не может играть, я за него и участвую тут. После первой мемеги у Мэтт Мэринера осталось всего 500 тысяч пехоты. Можно было, по идее, уже бить в соло. Но потери были бы хорошие все равно. 500 тысяч пехоты, это полноценный поход. Даже полтора похода. Поэтому слив обеспечен был. Мы делаем вторую мегу. Торопиться некуда. Пока что все тихо, спокойно. А посмотрите вот на ресурсы сверху, на стене висят. 270 лям еды, 160 дерева, 30 миллионов железа, 10 серый. Это тоже мы у этого альянса, пиндосовского, украли сегодня, вытащили. Они поставили два замка без щитов. На одном было 500 лям еды, на втором было 200 лям еды. Ну и остальных сопутствующих ресурсов. Я этим Алексеем подлетел, повытаскивал. Красота, сегодня они вообще нас порадовали. Каждый день бы так. В мегу народу не хватает, поэтому я прыгаю между замками. У меня есть фермы 38, 41, 42 фермы. Там войск нет, естественно, но можно достать со святилища. Как раз на полноценный поход набирается. И их не жалко терять. Это фермы. Многие, которые вот говорят, что хотим прийти к вам, вот пишут некоторые люди. И я им предлагаю такие фермы. Вот 41 замок. Нет, что ты, сразу 40 хотят с Т-13. Бесплатно. Таких игроков нам не надо. Можно активно участвовать, играть даже на таком маленьком замке. А так, в продаже, конечно, есть у нас замки повыше. И 46, и 47, и ребята уходят. Само собой, игра... Большинству людей игра надоела. Не и нашего альянса, а вообще, в принципе, во всей игре. Большинству людей игра надоела, и они уходят. Уже сколько лет-то, конечно, играть можно. Поэтому, если кого-то надо будет, кому-то пристроим замочек. Пацаны недорого просят по 15-20 тысяч всего. Прошу прощения за посторонние звуки. Ни один дома нахожусь. Тишину поймать не удается. Перехожу на вторую ферму. Здесь тоже войск нет. Как меня бесят вот эти изначальные заставки. Если какая-то атака есть, ты забегаешь, то в секунде 10-15 тратишь. За это время могут уже пару раз ударить, чтобы это все закрыть. Так, это у меня кто? Это Оникс. Это не ферма, это игрок. Просто тоже не особо активный. Ну, каждый день заходит, но не особо участвует в жизни альянса. А тут поучаствовал, принес пользу. И бегу на третий замок. Там совсем немного до полной меги осталось, тысяч 20-30 загнать. А нет, это уже Алексей. Значит, я с трех ферм уже добавил. 2,552. Все равно не хватает. Еще одного похода полноценного не хватает. Проверяем крит, чтобы не нарушить. Ну, в принципе, там 500 тысяч пехоты всего лишь. И остальные уже неважные такие войска. Поэтому этого достаточно будет. Взять. Поэтому будем в неполный мега идти. Пошла мега. И никто не просыпается от противников. Это радует. В принципе, мог Лефорт спокойно и в соло побить. Ну, зачем эти лишние потери? Радовать противника, что они хотя бы нам какую-то боль принесли, когда мы их били. Я лично бью в соло. У меня статистика небольшая, но там, допустим, 4-5 миллионов замок со слабой статистикой. Я его бью в соло. Я теряю 300-400 тысяч, а не по 800 тысяч. Ну, со спас кругом, это получается... Ну, я два похода... Вот я недавно убил 5-ти миллионный замок, потерял два полных похода. А убил 5 миллионов. Ну, плюс святилище, ему упало плюс два лазарета. Потерял он тоже где-то полтора-два миллиона войск. И я миллион. Ну, а застопол, у тебя удовольствие от этого. 1,2 мы убили, 311 тысяч потерь. Со спас кругами, со шмотом забияки, потерь практически нет. Когда делаешь запись в видео, четкость звука очень большая на микрофоне телефона. Каждый чихпых слышно. Все, в соло бьет рефорд. Добивает он. Только не знаю, зачем он в лес перелетел. Походы стали медленнее идти, больше золота тратит. Мог бы стоять там же, где и стоял. Перезарядки щита нет. В любой момент спокойно может одеть лишнее движение какое-то он совершил. Все, добил полностью. Подчистили замок. На этом все, всем спасибо. Еще вот так годик-другой и мы их добьем. Мы никуда не торопимся. Война наоборот украшает игру. Какой-то смысл в ней появляется. Когда в королевстве мир с тишина спокойствия не так интересно. И я желаю всем, чтобы война была только в игре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok